Добрый день, друзья! В эфире радио ОСА Чикаго в студию микрофона Сергей Сосновский. По просьбе некоторых слушателей, зрителей и читателей, которые считают, что мы уделяем недостаточной эфиры внимания и нашей газетной площади событиям, происходящим в США, специально обученные сотрудники честно два дня смотрели CNN, Fox и NBC с CBS. В качестве ответной любезности мы просим вышеупомянутых сограждан больше не требовать этого, потому что у сотрудников испортилось настроение. Они утратили веру в завтрашний день и уверяют, что в будущем году не пойдут голосовать вообще. Они утверждают, что после прочтения ваших писем и просмотра выступлений сенаторов, ведущих, аналитиков, актеров и вообще почти всех, кто сегодня рассуждает на общественно-политические темы, им вспомнилось давнее сочинение ОСА под названием «Признаки того, что вы сошли с ума», написанное 15 лет назад по мотивам избрания президентом США Барака Обамы. Причем к политике эти признаки не имеют никакого отношения. Итак, признаки того, что вы сумасшедший. Сотрудники издательского дома «Свет» узнают вас по почерку. Второе. Вы понимаете, о чем говорят стулья. Третье. Вы прислушиваетесь к отражению в зеркале. Четвертое. Все вам ясно стало теперь. Пятое. Стоит вам пошевелить пальцем, как все от вас шарахаются. Вы лично объявили войну Путину и ходите повсюду с наведенной на него боеголовкой. Седьмое. Когда вы приходите в офис доктора с осьминогом, все сидящие в очереди марсианки начинают перешептываться. Восьмое. Вы бросаете прописанные врачом таблетки в унитаз и лишь на утро их съедаете. Девятое. Вы способны не только легко представить устройство большого адронного коллайдера, но и объяснить его любому прохожему. И делаете это с удовольствием. Десятое. Вы берете щепотку помидоров из помидорницы и помидорите тарелку с солью. А теперь краткий обзор того, что сотрудники вынесли из просмотра. Путин нашел друга, как крокодил Гена Чебурашку. Это Ким Чен Ын. Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена. Смотрите, не перепутайте. Трамп сказал, что Байден не доживет до выборов и так будет лучше для Америки. Зеленский сказал, что Байден должен не только дожить, но и выиграть выборы, поскольку так будет лучше для Украины. Байден сказал, что американцы должны избегать экстремизма и экстремистов. При этом он лучезарно улыбался. Так что мы не можем сказать с определенностью, понимал ли он, о чем говорил. Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер в ответ на просьбу прокомментировать все это отвечал вопросами на вопрос и, как обычно, ушел от прямого ответа. Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл, в ответ на просьбу прокомментировать все это, крепко задумался, ничего не ответил. И его увели помощники. Жена одного из наших сотрудников, смотревшая новости вместе с ним, с горечью констатировала, что по сравнению с МакКоннеллом, Байден выглядит совсем неплохо. Сотрудник был вынужден с горечью же согласиться. Кратковременная потеря ориентации в пространстве и попытки пощипывать женщин и детей сошли на нет после включения в рацион президента соответствующих пищевых добавок. Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер сказал, что он всего на год моложе МакКоннелла, но выглядит как его внук, что доказывает омолаживающие свойства рока, секса и легких наркотиков. Маленькая девочка по имени Аспен Браун в минувшее воскресенье нашла почти трехкаратный золотисто-коричневый бриллиант в Кратер оф Даймондс Стейт Парк в Мёрфисбуро, Арканзас. Это второй по величине бриллиант, найденный посетителями парка. Камень в 3,29 карата был найден здесь в марте этого года. Оказалось, что бриллианты находят в парке каждый день. Более 75 тысяч бриллиантов найдены здесь. А что мы делаем здесь? Эээ, все в Кратер оф Даймондс Стейт Парк в Арканзас. Да, 11 часов езды. Но оно же того стоит. Один из крупнейших китайских производителей электрических аккумуляторов откроет завод в графстве Канкаки или Ной. Это, как выразились в Сан Таймс, огромная победа губернатора Притцкера в его стремлении привлечь в наш штат больше китайских компаний. Не тот ли это Притцкер, который во время предвыборной кампании ратовал за американского производителя? Спорт Известный канадский журналист Энтони Трюдо поделился мыслями о ситуации с контрактом российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова. В НХЛ заявляют, что у него есть действующее соглашение с Филадельфией Флайерс. ЦСКА и Континентальная хоккейная лига не отпускают игрока. В двух словах о Федотове. Он наполовину финн по маме и родился в 1996 году в Ла Перранте. Видимо это Финляндия. Через 4 года семья переехала в Санкт-Петербург и малыша отдали в хоккейную секцию, а через 22 года он стал серебряным призером Олимпиады в Пекине и лучшим вратарем турнира. 30 апреля 2022 года у него закончился контракт с ЦСКА. Армейский клуб просил Федотова остаться, но Иван в мае подписал контракт с Филадельфией. 1 июля его пригласил телеканал Матч ТВ в Купчино на интервью. По окончании интервью хоккеист был задержан при журналистах, сотрудниками военного комиссариата, без опознавательных знаков и посажен в фургон, после чего год проходил службу в рядах вооруженных сил. Этим летом, без споров, он согласился играть за ЦСКА. Международная хоккейная федерация дисквалифицировала Федотова, ЦСКА и КХЛ за нарушение договоренности. Энтони Трюдо считает, что из-за дела Федотова может пострадать и суперталантливый Матвей Мичков, выбранный в первом раунде на аукционе НХЛ той же Филадельфии. Флайерс и генеральный менеджер Даниэль Бриер совершенно вообще не переживают из-за того, приедет Федотов в США или нет, пишет Трюдо. Кэл Петерсон и Сэмюэль Эрсон могли бы стать хорошими дублерами для лучшего вратаря команды Картера Харта. А недавно подписанный Алексей Колосов создает завал во вратарской линии, что является на самом деле хорошей проблемой. Бриера будет больше волновать то, как далеко зайдет противостояние КХЛ и ИХФ. Матвея Мичкова не отпускают и руководство Филадельфии только что осенило, что отношение КХЛ и России с внешним миром за это время вообще разрушится. Почему Бриера не удивляло, что потрясающего Мичкова не забрали как минимум пять клубов, выбиравших до него? Чикаго выбирал первым и прогнозируемо выбрал Конора Бедерта, стоявшего особняком от всех прочих, за исключением как раз Мичкова. Хотя Россия является родиной бесчисленных нынешних и будущих хоккейных суперзвезд, не существует ситуации, в которой НХЛ поддерживала бы свои связи с Россией и без того напряженной из-за постоянных махинаций КХЛ не только в вопросе Федотова, но и в других. И в целом ценой своих отношений со всей Скандинавией и Восточной Европой. Репетиция для 40 тысяч. НАТО готовится провести крупнейшие учения со времен Холодной войны в следующем году, в которых примут участие 40 тысяч военнослужащих. В ходе учений силы НАТО отработают сценарий нападения со стороны России, естественно. Учения пройдут в Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве в феврале и марте 2024 года. В общей сложности в них будут участвовать 32 страны, включая Швецию, которая пока не входит в Альянс. Вышки Байко вернулись в Украину. Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы в Черном море, известные как Вышки Байко, заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. В ходе операции, осуществленной подразделениями ГУР, Украине удалось вернуть под контроль буровые платформы Петр Годовалец и Украина, а также самоподъемные плавучие буровые установки Таврида и Сиваш. Разведка уточняет, что во время одной из фаз операции спецназ ГУР на катерах вступил в бой с российским истребителем Су-30. В результате российский самолет был поврежден и вынужден был отступить, так утверждают военные разведки Украины. Также в ведомстве заявили, что спецназовцам удалось захватить запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию Нева, которая может отслеживать движение судов в Черном море. Остров невезения в Таиланде есть. Россияне заняли 90% арендной недвижимости на тайском острове Пхукет, значительно опередив по числу бронирований граждан Китая, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Делят Пригожина Борьба за наследие Пригожина идет ожесточенная, пишет Нью-Йорк Таймс. Вагнер – это не просто деньги, это своего рода религия. Вряд ли такая структура полностью исчезнет. По-моему, это невозможно, сказал газете Максим Шугалей, работавший у главы ЧВК политическим консультантом. По словам западных чиновников, располагающих секретной разведывательной информацией, за ключевые подразделения империи Пригожина борются две разведывательные структуры – СВР и ГРУ. Первая, вероятно, заберет медиабизнес организации, занимающейся пропагандой и дезинформацией за рубежом. А наемнические операции отойдут Министерству обороны и ГРУ, рассказали Нью-Йорк Таймс два человека из двух разных правительств. Паспорта Тихановской Свободная от Лукашенко Беларусь обретает признаки реальной жизни. Не прошло и недели после паспортных инициатив Лукашенко, как США и ЕС поддержали идею альтернативных паспортов. Разработанный офисом Тихановской альтернативный паспорт отвечает всем принципам и стандартам Европейского Союза. На сегодняшний день он прошел техническое подтверждение в Генеральном директорате по миграции и внутренним делам ЕС и в офисе Еврокомиссара по внутренним делам. Белорусская оппозиция подтвердила факт встречи с консультативной группой ЕС, в которую входили представители Еврокомиссии на уровне директоров и заместителей директоров департаментов, а также Европейской службы внешних действий. Вероятно, проект альтернативного паспорта будет запущен в начале следующего года. Его получат белорусы, находящиеся за рубежом, а позже получить паспорт сможет любой гражданин из Лукашенковской Белоруссии. У россиян отбирают машины Еврокомиссия подтвердила запрет россиянам ввозить в ЕС личные автомобили. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии 8 сентября. На вопрос о том, могут ли граждане РФ ввозить личные вещи и автомобили в ЕС, если они приезжают, например, с целью туризма, Еврокомиссии ответили отрицательно. Статья 3 и регламента Совета 833.2014 запрещает покупку, импорт и передачу прямо или косвенно товаров, перечисленных в приложении 21 к регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России. Под эти ограничения попадают легковые автомобили. Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, говорится на сайте Еврокомиссии. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России, сказано в документе. В Еврокомиссии также напомнили, что граждане ЕС и их родственники могли покупать в РФ товары для личного пользования в порядке исключения. Однако срок этого исключения уже истек. Число жертв, увы, растет. На данный момент известно о 2116 погибших, и это число еще может вырасти, заявили в марокканском МВД. Еще не менее 2300 человек получили ранения. Землетрясение стало сильнейшим в Марокко за последние 60 лет. В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный траур. Поиски людей под завалами рухнувших домов продолжаются. Перед спасателями стоит задача добраться до наиболее пострадавших деревень в Высоком Атласе, труднопроходимом горном хребте, где поселения часто находятся в отдаленных местах и где многие дома рухнули. После мощного землетрясения власти Марокко сообщили о готовности принять помощь от четырех дружественных стран Испании, Катара, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов, заявили в МВД страны. Представители спасательных служб упомянутых государств уже связались с коллегами из Североафриканского королевства. Ранее помощь пострадавшей от землетрясения стране предложили многие государства, включая США, Германию, а также весь Евросоюз. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в горном регионе Маракеш-Софи, в 70 километрах на юго-запад от Маракеша, как указал Национальный географический институт Марокко. По данным геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 километра. Помощь пошла. Власти, не признанные Нагорно-Карабахской республики, где был утвержден новый президент Самвел Шахраманян, объявили о достижении договоренности с властями Азербайджана об открытии двух коридоров доставки в анклав гуманитарной помощи через территорию, контролируемую Баку. Лачинского, связывающего с территорией Армении, и еще одного, ведущего в Россию. Договоренность касается гуманитарной помощи, доставляемой Международным комитетом Красного Креста. Без Железного Феликса нельзя им никак. Штаб-квартире СВР в Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому. Памятник, который расположился на территории штаб-квартиры службы внешней разведки в Ясенево, представляет собой уменьшенную копию монумента, стоявшего на Лубянской площади напротив главного здания КГБ до 1991 года. Церемония открытия состоялась в день рождения Дзержинского. При этом голова памятника все так же обращена на северо-запад, в сторону Польши и Прибалтики. Когда на церемонии открытия главу СВР Сергея Нарышкина спросили, есть ли в этом символизм, он ответил, то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада остаются, да, это очевидно. Он подчеркнул, что скульптор Владимир Иванов проделал кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, который ранее создал советский скульптор Евгений Вучетич. Нарышкин также заявил, что Дзержинский был символом своего времени и эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны, добавил глава СВР. Прежний памятник установили в 1958 году у главного здания КГБ. Во время августовского пуча в 1991-м протестующие попытались снести монумент собственными силами. После этого скульптуру сняли с постамента, сейчас она находится в столичном парке Музеон. Лично мне очень понравился на эту тему такой иронический выпад, что Дзержинского на самом деле нужно поставить на колесики, чтобы он время от времени появлялся в разных местах Москвы, чтобы, так сказать, население сохраняло бдительность и понимало, что глаз Железного Феликса всегда за ними немножечко следит. Суровикина пристроили. Сергей Суровикин назначен председателем Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Об этом, во всяком случае, пишут телеграм-каналы со ссылкой на Совет Министерства обороны СНГ. Утверждается, что за его кандидатуру проголосовали все представители Совета. На прошлой неделе с сайта Минобороны исчезла биография Сергея Суровикина и упоминание его в качестве главкома ВКС. Тогда член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин рассказал, что Суровикину нашли неплохую должность по СНГ. Как известно, до этого Суровикина уволили с поста главнокомандующего воздушно-космическими силами. Источники Нью-Йорк Таймс рассказали, что генерала освободили из-под стражи через несколько дней после смерти Евгения Пригожина. Формально он все еще служит в армии, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. Итак, подытожим. Тот, кого почти нет, назначен командовать тем, чего вообще нет. Напомним, что генерал Суровикин с октября 1922 года по январь 1923 года командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, а затем был понижен до заместителя командующего группировкой. В конце июня в СМИ появились сообщения об аресте Суровикина по подозрению в причастности к мятежу основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Около двух месяцев генерал не появлялся на публике, а его судьба была никому неизвестна. Пикантность ситуации в том, что предавшего Путина Суровикина выпустили на свободу в СНГ точно так же, как недавно отпустили из Кремля, устроившего путь Пригожина в Африку. Разница лишь в том, что Африка реально существует, а СНГ нет. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете Министерства обороны государств участников СНГ, созданный при Ельцине в 1995 году, это обломок давно растаявшего мифа. Туда, к примеру, до сих пор входит Украина. Сказочно вообразить сегодня координацию Суровикина по вопросам организации ПВО с Киевом. Последнее заседание этого бюрократического приведения состоялось совсем недавно, 12 апреля в Самарканде. В заседании участвовали делегации от военных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, Таджикистана и Узбекистана. Все это унылые фантомы прошлого века. Нет никакого реального СНГ, нет, разумеется, никакого Совета Министров СНГ. И уж тем более нет при нем Совета по ПВО. И скорее не будет его председателя Координационного Совета по ПВО. Можете не сомневаться. Но пока его отправили на поправку в Африковой, извините, в СНГ. Для вас, любители пива. Эксперты портала по бронированию отелей и других услуг для путешественников Booking.com опубликовали свой рейтинг лучших городов Европы для тех, кто любит пиво. Как говорится в сообщении компании, всего в ходе исследования было проанализировано около 28 миллионов отзывов, оставленных пользователями этого сервиса. В пятерку райских мест для любителей пива в Европе, по версии Booking.com, вошли следующие пивные метрополии. Мюнхен, Нюрнберг, Прага, Дублин, Брюссель. Первую позицию занимает Мюнхен. В столице Баварии пиво наливают не только во время знаменитого Октоберфеста. В 2023 году этот народный праздник стартует 16 сентября и продлится до 3 октября. Попробовать пиво разных сортов в Мюнхене можно круглый год и в разных местах, начиная от всемирно известной пивной Хофбрёйхаус 1589 года до небольших крафтовых пивоварин. Также в городе работает около 60 пивных садов. Причем первые в мире такие сады появились именно в Мюнхене в начале 19 века. Ранее статистический портал Statista.com опубликовал обзор средних цен на пиво в столицах разных стран Европы из базы данных Numbeo за 0,5 литра в евро или в пересчете на евро в супермаркетах и ресторанах. Среди этих городов больше всего за пиво Европе приходится платить в столице Исландии Рикьявике. 2,90 евро в супермаркетах и 9,53 евро в ресторанах. Меньше всего пиво стоит в среднем в чешской столице Праги. 1,04 евро и 2,31 евро соответственно. Берлин находится на четвертом месте снизу. 1,01 евро и 4 евро. В упомянутых выше Дублине и Брюсселе 3,02 евро, 6,08 евро и 2,16 евро и 5 евро соответственно. Во Франции ждут терактов. Внутри Франции появилась угроза терактов, заявил глава МВД страны Жеральд Дарменен в эфире телеканала France 2. Он подчеркнул, что во Франции долго считали, что в стране не может произойти теракт схожего с нападением на концертный зал Батаклан в 2015 году. Однако в Афганистане, Африке и странах Леванта восстанавливаются и пополняются средства для угрозы. В обзоре различных террористических угроз, с которыми предстоит столкнуться Франции, в рамках программы Кель Эпок на канале France 2, министр внутренних дел говорил о проецируемых угрозах. Это планы атак, разработанные за границей и реализованные командами, отправленными во Францию. Мы предотвращаем атаки каждые два месяца во Франции, сказал министр, отметив, что в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 5800 человек, которые, как считают власти, могут представлять угрозу. Деревни превратились в озера. Более 800 человек были спасены от наводнения в Греции после того, как сильные дожди превратили улицы в смертоносные реки, разрушили здания и мосты и оставили под водой целые деревни. Ливни также обрушились на соседние Болгарию и Турцию, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек в трех странах, в том числе 6 в Греции. Больше всего пострадал греческий регион Фессалия, сельскохозяйственный центр страны. Официальный представитель правительства Павлас Маринакис назвал эту катастрофу самым большим наводнением, которое когда-либо переживала наша страна. Высота паводка в некоторых частях страны превысила 2 метра. Спасательные команды, состоящие из сотен сотрудников, работают над эвакуацией тех, кто оказался в затруднительном положении в результате наводнения. А для помощи тем, кто не может добраться до лодок, задействованы вертолеты. Полиция запретила гражданским лицам вводить машину в нескольких частях Фессалии, после того, как были замечены наводнения, сметающие автомобили с дорог. Сообщается, что в регионе Атика, где расположена столица страны Афины, за 12 часов выпало почти в три раза больше среднегодового количества осадков. Сильное наводнение произошло всего через несколько дней после двухнедельного смертельного лесного пожара, охватившего север страны, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек. Хотя трудно приписать отдельные события изменению климата без научного анализа, ученые ясно понимают, что климатический кризис усиливает экстремальные погодные условия. Ложный вызов Курьезный случай произошел на днях в Чапелл Сент-Леонардс, графство Линкольншир на севере Великобритании. Британские полицейские получили вызов, сообщающий о массовом убийстве. Стражи порядка быстро отреагировали, на место преступления был отправлен усиленный наряд, но вместо трупов полицейские обнаружили группу йогов. Группа любителей фитнеса и йоги проводила расслабляющий сеанс на берегу моря, как вдруг их неожиданно прервали ворвавшиеся полицейские с сиренами и мигалками. Сигнал в местную экстренную службу поступил от бдительного прохожего, который увидел лежащие на земле трупы. Многочисленный наряд полиции незамедлительно отправился на место преступления. Работники прибрежного кафе написали на своей странице в фейсбук «Если кто-либо из посетителей вчера вечером в 21.30 слышал сильный вой полицейских сирен в районе Часовни Святого Леонарда, пожалуйста, будьте спокойны». Они поблагодарили стражей порядка и пояснили «Уважаемые посетители, мы не являемся членами сект сумасшедших и не участвуем ни в какого рода безумных культах». Как пережить джетлаг? Путешествие в дальние страны – отличный способ получить новые впечатления, но неприятным побочным эффектом может стать смена часовых поясов. Адаптация к новому часовому поясу, она же джетлаг, часто сопровождается усталостью, трудностями со сном и множеством других проблем, которые могут превратить увлекательное приключение в неприятную поездку. Главная причина джетлага – разница между внутренними циркадными часами организма и окружающей средой. На рубеже веков ученые начали понимать, что у организма есть внутренние часы, настроенные по-разному, и что при расхождении этих часов с обычным временем могут возникать неприятные симптомы. С возрастом реактивная задержка, вызванная резкими переключениями на другой режим дня, становится все более распространенным явлением. Противоречивые сигналы, такие как джетлаг или ночной прием пищи, когда мозгу пора отдыхать, могут сбивать внутренние часы с толку и вызывать десинхразию. Ученые из Северо-Западного университета Института Санта-Фе разработали теоретическую модель для изучения взаимодействия между циркадными часами под влиянием старения и сбоев в работе организма, таких как реактивная задержка. Выяснилось, что общие симптомы старения, такие как ослабление сигналов между циркадными часами и снижение чувствительности к свету, приводят к тому, что система становится более уязвимой к сбоям и медленнее восстанавливается. Заодно ученые нашли новый метод ускорения восстановления после смены часовых поясов и других подобных сбоев. Оказывается, путь к победе над джетлагом лежит через желудок. Преодолеть смену часовых поясов помогает обильный прием пищи ранним утром в новом часовом поясе. Постоянно менять график приема пищи или есть ночью не рекомендуется, так как это может привести к рассогласованию внутренних часов, советуют ученые. Меркьюри в цене На аукционе в Британии был продан черновик песни «Богемская рапсодия», написанный Фредди Меркьюри и из группы Queen. Продан черновик был за 1,7 миллиона долларов. С молотка ушли более 15 страниц первоначального варианта песни с автографом музыканта. Благодаря ним стало известно, что изначально композиция называлась «Монгольская рапсодия». Также на аукционе продали черновики других песен. Например, хит «We are the champions» оценили в 317 тысяч фунтов. Участники торгов выкупили вещи Меркьюри – костюмы, короны, мантию, телефон и рояль. Ушедшие с молотка вещи долгое время находились у близкой подруги Меркьюри. Недавно женщина решила продать их. Часть выручки пойдет в фонд по борьбе со спидом. Таланты сели. За подделку долларов США на сумму 3,5 миллиона долларов Рижский городской суд Видземского предместия приговорил шестерых мужчин к реальному тюремному заключению. Ранее прокуратура сообщила, что по делу обвиняются шестеро мужчин за изготовление и хранение в составе организованной группы поддельных стадолларовых купюр долларов США и их распространения. Как указала прокуратура, обвиняемые, движимые корыстными побуждениями, разделили обязанности и совершили согласованные действия по изготовлению и хранению поддельных стадолларовых купюр долларов США с целью их дальнейшего распространения в крупном размере. Участники организованной группы оборудовали типографию в Риге, приобрели и установили необходимое оборудование и под прикрытием легальной деятельности осуществляли изготовление фальшивых долларов в крупном размере. Часть изготовленных фальшивых купюр участники организованной группы хранили в помещениях типографии, часть у себя дома, а еще часть в помещениях другого предприятия. Всего госполиция изъяла 35 745 поддельных купюр номиналом 100 долларов США на общую сумму 3,5 миллиона долларов США. Это 3,17 миллиона евро. Александр Фомичев приговорен к 6 годам лишения свободы, Виктор Жданович к 5, Нормун Тьюшко и Сергей Яковлев к 4, Аилмар Кревинш и Марис Попов к 3 годам. Все обвиняемые также приговорены к пробационному надзору сроком 1 год. Рейс Чикаго-Вильнюс не за горами Первые прямые рейсы из Литвы в США могут появиться в ближайшие 5 лет. Об этом сообщил гендиректор компании Летуус Ороуостой, литовские аэропорты, Симонос Барткус. Он ответил, что растет число пассажиров авиарейсов, которые летают из Вильнюса в разные города США с пересадками. В среднем их число составляет около 60 человек в день. Одним из самых популярных направлений является Чикаго. Пассажиры делают пересадку в Варшаве, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме или других аэропортах Европы. Барткус сообщил, что планировать прямые рейсы между двумя городами принято в том случае, когда по маршруту ежедневно летает около 100 пассажиров. В течение 5 лет, по его мнению, Литва достигнет этого показателя. Хайнекен ушел за 1 евро Компания Хайнекен объявила о завершении сделки по продаже активов в России. Покупателем стал крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке «Арнест» из Ставропольского края. Сделка получила все необходимые одобрения. 100% акций Хайнекен в России проданы всего за 1 евро. Следует из пресс-релиза компании. При этом покупателю нужно будет погасить внутригрупповую задолженность в размере около 100 млн евро. В отличие от других крупных международных компаний, например, Ниссан, сделка Хайнекен не предусматривает обратного выкупа. Новому владельцу достанутся все оставшиеся активы нидерландской компании в России, включая 7 пивоваренных заводов. В Хайнекен заявили, что компания «Арнест» взяла на себя обязательство сохранить персонал Хайнекен в течение трех лет. Как уточняет Wall Street Journal, разрешение на дальнейшую продажу этих брендов в России было требованием для получения одобрения на сделку. Эта лицензия будет действительно в течение трех лет и разрешает использовать названия брендов только на кириллице. Напомним, что другому крупнейшему мировому производителю пива «Карлсберг» это не удалось, его российские активы забрало государство. Гардемаринов решили не показывать. На фоне общественного протеста компания «Кинорай» отказалась от планов показывать в Израиле фильм «Гардемарины 1787.Мир». В случае с предложенным фильмом «Гардемарины 1787.Мир» очевидно, что для части зрителей тема вызывает неоднозначную реакцию и затрагивает чувства этой аудитории. Несмотря на ранее полученные запросы на показ «Гардемаринов» в Израиле, на данный момент мы принимаем решение отказаться от проката. Призываем вас быть более терпимыми друг к другу, корректно выражать свои мысли и не допускать использования нецензурной лексики и угроз, говорится в заявлении компании. Фильм выходит в прокат в России 5 октября 2023 года. Его сюжет на сайте Кинопоиска описывается так. Крым, 1787 год. Несмотря на манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнерджийский мирный договор, который навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз. «Действительно, трудно обойтись без нецензурной лексики», читает такое. Акелло промахнулся. Президент Бразилии отозвал свое заявление о том, что Путина не арестуют в случае визита в страну. Лула да Сильва заявил в понедельник, что не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие. Президент Бразилии отметил, что это решает судебная власть, а не правительство. Какое же эффективное средство для постоянного унижения Путина нашел таки Международный уголовный суд? Вот эти дискуссии, эти заявления в защиту, эти лучи поддержки разрывают черное сердце Кремля в клочья. Разве для того он начинал войну, чтобы какой-нибудь ничтожный по кремлевским рейтингам африканец или бразилец снисходительно и презрительно защищал его от возможного ареста? За пол цены. Правительство Российской Федерации запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая. В этом году поставки Газпрома, которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу Сила Сибири, обойдутся КНР 297 долларов и 30 центов за 1000 кубометров. Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и в Европе. Для них тот же газ стоит 501 доллар и 60 центов за 1000 кубов. В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%. Газ силой Сибири будет стоить 271 доллар 60 центов за 1000 кубометров, а для Турции и Европы 481 доллар 70 центов. По итогам 2023 года Газпром должен прокачать в КНР 22 миллиарда кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 миллиардов кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую из былого экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 170-180 миллиардов кубометров в год. С тех пор поставки на некогда главный рынок Газпрома схлопнулись более чем в 7 раз. За январь-июнь в Европу из России было поставлено 12 миллиардов кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем составит минимальный со второй половины 1970-х годов. Как итог, газовые доходы бюджета рухнули в 5 раз, а денежная подушка Газпрома сдулась втрое. На 1 июля от нее осталось 683 миллиарда рублей из 2 триллионов накопленных перед началом войны. А сейчас небольшая рекламная подборка для нашей стремительно растущей аудитории в Южной Флориде. Ребята, следите за нами в Инстаграм, мы называемся Свет Флорида, в одно слово без пробелов. Ставьте лайки в группе Facebook Свет Флорида и присоединяйтесь в группе Свет Коннект Флорида. Свет Флорида поможет найти лучших во всем, что вам может понадобиться и из чего состоит, в общем, повседневная жизнь. Мы создали великолепную инфраструктуру из надежных и проверенных специалистов для тех наших читателей, зрителей и слушателей, которые проживают, переезжают или инвестируют во Флориде. Звоните 847 477 77 70 в Чикаго или 561 906 64 42 в Майами. Уход за близкими не всегда прост, но задача Professional Home Health Service сделать этот процесс комфортным и высококачественным в привычных условиях вашего дома. Professional Home Health Service предоставляет все стандартные виды услуг по уходу на дому, включая подбор помощниц по дому, а также высококвалифицированных медсестер и физиотерапевтов. Но на этом наши услуги не заканчиваются, а только начинаются. Мы предоставляем дополнительные, нестандартные услуги, которые мы назвали VIP Concierge Services. Very Important Patient. Очень важный пациент. VIP-услуги бесплатные для наших пациентов. Они охватывают все необходимые аспекты, начиная от получения всех программ, полагающихся пациенту, до каждодневных бытовых и медицинских вопросов. Мы работаем во всех районах Майами, Бровард и Майами-Дейт-Каунти. 6067, Холливуд Бульвар, Холливуд, Флорида, 754, 201, 2254, professionalhhservices.com В Real Food Academy в Майами создали уникальные кулинарные классы для взрослых и детей. Сейчас в программы Real Food Academy входит кулинарный лагерь, субботние детские классы, занятия для мам и детей, а также вечерние курсы для взрослых. Также в Real Food Academy предлагают индивидуальные кулинарные занятия для особых случаев, таких как дни рождения или корпоративные мероприятия. Профессиональные повара разработают уникальное меню для вашего события. Вне зависимости от того, ищете ли вы дополнительное занятие для детей после школы или просто нарушить рутину, Real Food Academy станет для вас идеальным местом. Звоните 786-395-0355 или бронируйте класс на сайте therealfoodacademy.com Ресторан Асканелли в Форт Лодердейл. Вкусное и крутое место для успешных и оптимистичных людей. 511 South East Fifth Avenue. 754-259-17 Возьму себе бутылочку боржоми, вина возьму и закажу шашлык, харчо, сациви, бахи, пхали, гоми. Отказывать себе я не привык, любимой кухни, вкусом наслаждаясь, хинкали с чакапули уминал. В своих возможностях ничуть не сомневаюсь. Еще и хачапури заказал. Аджарское, да-да, с желтком наружу. Аджапсандал, и чтобы на каце. Вот так меня жена и обнаружила. С блаженную улыбкой на лице. Ресторан Асканелли. Не обделите себя. Агентство Axios сообщает, что Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за приказов, угрожающих безопасности данных пользователей Twitter. Министерство юстиции США подало в суд на владельца компании X, бывшая Twitter, Илона Маска, обвинив его в нарушении конфиденциальности данных пользователей соцсети, сообщает Axios. Иск подан 11 сентября от имени Федеральной торговой комиссии, FTC. В материалах Минюста сказано, что Илон Маск осуществлял тщательный контроль над X-Corp и иногда давал сотрудникам приказы, которые могли поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных. Федеральная торговая комиссия в ходе расследования выяснила хаотическую обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдения требований к X-Corp, а если да, то как, цитирует Axios Иск. В мае 2022 года, перед тем, как Маск купил Twitter, компания заплатила штраф в размере 150 миллионов долларов за то, что нарушила соглашение о конфиденциальности от 2011 года, запрещающее вводить в заблуждение пользователей относительно того, как соцсеть использует персональные данные. Компанию обвиняли в том, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года она вводила в заблуждение пользователей по поводу использования данных. После того, как в октябре 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, несколько сотрудников из отделов безопасности и конфиденциальности покинули компанию, объяснив, что боятся, что их попросят сделать что-то, что нарушит соглашение о конфиденциальности. В марте 2023 года компания Twitter обратилась в суд с требованием отменить соглашение о конфиденциальности. Минюз США попросил суд отклонить безосновательное ходатайство компании, поскольку такое решение позволит Маску не давать показания по выдвинутым обвинениям. А сейчас блок полезной рекламы для наших слушателей в Чикаго. Михаил Шмуклер и Маина Демент. Синоним класса, надежности, мастерства, когда мы говорим об общей и косметической стоматологии. Полный спектр самых современных и передовых процедур. Здоровая и красивая улыбка не только привлекает, но и является залогом вашего общего благополучия. Экстренное лечение, профилактическое и восстановительное лечение, косметическая коррекция улыбки, отбеливание зубов, фарфоровые виниры, импланты, коронки и мосты, терапия корневого канала, лечение храпа. Это все Михаил Шмуклер и Маина Демент. 3400 Данди Роуд, Сьют 100, Норсбрук 847-205-01-90. Это был телефон. Похоронный дом Вайнштайн и Пизер предлагает самые выгодные цены на все услуги, а также современный зал для прощания с близкими. Здесь помогают русскоязычным более 30 лет и гордятся этим. Чуткие сотрудники понимают традиции и нужды каждой семьи и хорошо знают, что именно необходимо в трудную минуту. За дополнительной информацией звоните. 847-256-57-00. 111, Скоуки-Бульвар, Вилмет. Дорогие родители, если вы хотите развить у вашего ребенка логическое и креативное мышление, структурный подход к решению любых, даже сложных жизненных задач, умение находить нестандартные решения, развить навыки работы в классе, ведение и пользование конспектами, которые подготовят его к учебе в колледже. Хотите видеть вашего ребенка, свободно выбирающего будущую престижную профессию, без страха за сложности с математикой? Все это вы найдете, записавшись в популярную по всей Америке и Канаде Russian School of Mathematics, RSM. За 25 лет своего существования школа, благодаря бесспорному успеху своих учеников, не раз привлекала к себе внимание таких популярных медиа, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Atlantic Magazine, NPR Radio и TED Talk. По оценке Центра для талантливой молодежи, при университете Джонса-Хопкинса и RSM входят в десятку лучших образовательных программ в мире. К вашим услугам 5 действующих филиалов RSM в Иллинойс, в Баффало-Гроув, Виллинге, Скоке, Шамбурге и Напервиль. Для записи зайдите на сайт www.mathschool.com и нажмите на зеленую кнопку Schedule Evaluation, где вы сможете выбрать из списка школу, удобную для вас по месторасположению. После короткого 30-минутного собеседования вам будет предложен класс, наиболее подходящий вашему ребенку. Ждем вас! Наш телефон 855-628-4855. Если вам нужен безупречный, очень надежный, во всех аспектах автомобиль, то рекомендуем Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Это ваш дилер. И неважно, идет ли речь о новой или подержанной машине, нуждаетесь в качественном техобслуживании, понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем, во всех этих случаях Mercedes-Benz Hoffman Estates является наилучшим ответом. От новых фургонов Sprinter до нового Mercedes любого класса. Выбор автомобилей здесь непревзойденный. 10.00 West Gulf Road в Hoffman Estates, чуть к западу от i-90. Mercedes-Hoffman.com или 847-88-570-00. Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Там говорят по-украински, по-русски и по-польски. Готовы вести образ жизни пожилого человека, о котором не могли и мечтать? Тогда нужно начать со знакомительной экскурсии по The Lodge of Norsebrook. Осмотрите наши просторные, не требующие обслуживания дома. Полюбуйтесь потрясающим ландшафтом и видами из окон, изысканными блюдами и бесчисленными удобствами, которые легко могут стать следующей главой вашей жизни. Мы приглашаем испытать на себе заслуженный вами комфорт, роскошь и душевное спокойствие, которые приходят с проживанием в Lodge of Norsebrook. Позвоните по телефону 224-704-06-29, чтобы запланировать экскурсию или получить дополнительную информацию. Таверн On The Point www.tavernonthepoint.com Это единственный руфтоп в Эдисон-парке. Только тут вы можете насладиться атмосферой городской таверны, избежав при этом шума и суеты центра Чикаго. Удобно расположенный по адресу 6724 N Northwest Highway на северо-западной оконечности Чикаго в историческом районе Эдисон-парк Таверн On The Point является идеальным местом для общения с друзьями, семейного обеда, общения после работы или проведения вечеринки. Загляните сюда сегодня и насладитесь качественной американской кухней, домашним свежесваренным пивом, великолепным бурбоном и отличным виски. Здесь очень вкусное меню и невероятный выбор классических и сезонных коктейлей, а также впечатляющая коллекция ароматных вин. Телефон 773-867-63-00 Ресторан Mikonos. Попробуйте Грецию на вкус. Все лучшее, чем славится кухня элинов к вашему столу ежедневно. Меню ресторана 25 веков. Ресторан Mikonos – давний и надежный друг нашей общины. Ресторану было 6 лет, когда родился новый свет, и Mikonos сразу же поддержал нас. А сейчас ему 38, и он все лучше. Великолепное обслуживание, полный бар и умеренные цены. 86-60 Гольф-Роуд, Найлз. Телефон 847-296-67-77 Advanced Windows Corporation Новые окна – уют, красота и тепло в доме. Advanced Windows предлагают следующие виды окон. Подъемные, раздвижные, створчатые, навесные, панорамные, эркерные. Эркер – это выступающая часть фасада дома, остекленная частично или полностью. Архитектурные стили окон, раздвижные, стеклянные двери для патио и европейские двери и окна. Приезжайте 4935 W Lemoyne Street, Чикаго, там шикарный выставочный зал. Или заходите на удобно сделанный для вас веб-сайт www.advancedwindows.com И, конечно, звоните 773-379-3500. Stars Insurance – все виды страхования. Защитите свой мир с лицензированным и сертифицированным брокером Татьяной Блиновой. Телефон 847-760-96-69. stars-insurance.com Чухак и Тескон – защищать заработанная нами профессия Митча Вайнстайна. В своей практике он концентрируется на Real Estate Planning и Asset Protection. Представляет интересы как физических, так и юридических лиц в федеральном и штатном налогообложении, корпоративном праве и при сделках с недвижимостью. 30 South Walker Drive, Suite 2600, Даунтаун, Чикаго. Возможно, встреча с Митчем и в пригородах. Телефоны 847-951-1703 – это прямая линия. И 312-855-4608. Шапиро Вайн Center в Линкольн, Иллиной. If you answered yes to any of these questions, we may be able to help. We are solely dedicated to treating vein disease. You can drive and even go back to work after every treatment. Our vein treatments are covered by almost every insurance, including Medicare. Please give us a call at 847-675-9500. That's 847-675-9500. Or check us out online at shapirovain.com. Гиблое дело Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил об официальном расследовании, по итогам которого может быть запущен процесс импичмента президента Джо Байдена. По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствии правосудию. Разумеется, акцент в этом деле падет в основном на деловую активность сына президента Хантера Байдена, которого подозревают в предосудительной практике ведения бизнеса. Но республиканцы бесспорно сделают все возможное для того, чтобы доказать выгоду, которую извлек из деятельности сына Байден-старший. При этом совершенно ясно, что никакого импичмента не будет, как и не было его и тогда, когда процесс инициировали демократы против Дональда Трампа. Ларчик открывается просто. Импичмент в нашей стране объявляет Палата представителей. Для этого достаточно простого большинства, которое у республиканских оппонентов Байдена есть. Но после этого импичмент должен быть утвержден сенатом. И для утверждения необходимо две трети голосов. Поскольку почти половина сенаторов представляют демократическую партию, идея республиканцев заведомо обречена на провал и преследует лишь цель опорочить президента в глазах колеблющихся избирателей. Во всяком случае, собрать две трети голосов в голосовании по импичменту не удавалось никогда за все 246 лет существования США. И снова информация для тех, кто слушает радио ОСА в Чикаго. Небольшой рекламный блок. United Health Care. Выбор планом Medicare – это серьезное решение. Принимать его с бухты-барахты не следует. Гораздо мудрее было бы присесть и поговорить с человеком, который знает о планах Medicare буквально все. У компании United Health Care много лицензированных агентов по продажам прямо здесь, в Иллинойс, готовых ответить на все ваши вопросы по плану Medicare, но мы рекомендуем проверенного человека – Полину Сигал. Звоните ей по телефону 1-847-452-8193. Или зайдите на сайт uhc.com.medicare. Бейкер Хартли. Адвокат Дэвид Хартли. Опытный и знающий юрист. А эти два качества у адвокатов не всегда соседствуют друг с другом. Он окажет вам квалифицированную помощь в estate planning, по всем бизнес-вопросам, в налогообложении и со сделками с недвижимостью. Телефон 847-933-02-00. Адрес 5750 Old Orchard Road, Suit 100, Skokie. Адрес в интернете www.bakerhartley.com. В школе плавания «Золотая рыбка» – Goldfish. Малыши учатся не только плаванию, но и тому, как преодолеть страх, быть упорным и достигать цели. Здесь помогают им расти здоровыми и счастливыми маленькими людьми. 30-минутные уроки по индивидуальным программам, семейные плавательные торжества, дни рождения и другие праздники. Телефон 847-897-43-00. Норсбрук 3101. Данди Роуд 3W goldfish-swimming-school.com. Сервпро. Уборка, чистка, восстановление, строительство. 24 часа в сутки. Бизнес и частные дома. Откачивание воды из затопленного помещения. Незамедлительно. Это к нам. Обученные профессионалы своего дела. Норсбрук, Гленко, Виллинг. Если затопило, звоните и через несколько дней помещение будет выглядеть так, словно ничего и не случилось. 847-498-88-89. 3W-SERF-PRO-NORSBURK-WILLING-GLENKO.COM. В одно слово. Синклер и Гроуд Лоу. Сделки с недвижимостью. Покупка и продажа коммерческих помещений и частных домов, квартир, estate planning, завещания, трасты, доверенности, бизнес-услуги, регистрация компании, составление контрактов, продажа бизнеса, коммерческий лизинг и прочие услуги. Ольга Гроуд, телефон 312-331-0490. Таня Синклер, 773-406-1790. 3W-Sinclair Гроуд Лоу. Юридическая фирма обслуживает Чикаго и пригороды. Тапос Гетана. Восхитительная еда. Широкий выбор тапос, в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд. Теплая обстановка, уютное патио, вежливое обслуживание. Почувствуйте снова вкус настоящей Испании. Энди and Tapos Getana Team ждут вас. 847-784-93-310, Хэп Роуд, Норсфилд. Адрес в интернете 3w taposgitana.com KRD Accountants. Бухгалтерская фирма KRD поможет разработать стратегию вести бухгалтерский учет и снизить налоги. Все для того, чтобы ваш бизнес стал более прибыльным. Налоговое и финансовое планирование, подготовка налоговой декларации, аутсорсинговые бухгалтерские услуги, учет клиентов и консультационные услуги. Финансовая отчетность, аудит, обзоры и компиляции, оценка бизнеса, комплексная проверка слияний и поглощений и их планирования. Анна Лукьяновский, EA Tax Director Extended 4514 и Роберт Эйсенштадт CPA Extended 4422, адрес 1051, периметр драйв, 9 этаж, Шаумбург. Телефоны 847-278-4422, 847-240-1040, 3w-krdcpas.com. 3C Automotive – мастерская по ремонту всех марок автомобилей, отечественного и зарубежного производства. 3C Automotive and Repair – это все виды механических работ, ремонт и заправка кондиционеров, компьютерная диагностика, прохождение эмиссион-тест, буксировка. Адрес – 8256, Линкольн-Авеню, Скоки. Телефон – 847-982-65-60, FIMA. Ниши цены выше качества – 3w3cauto.com. Степенвольф Theater proudly presents Sanctuary City by Pulitzer Prize winner Martina Mayock. A Chicago premiere directed by celebrated director and choreographer Steph Paul, Sanctuary City is a hopeful and harrowing tale of emigration and young love. Crossing boundaries, borders and genres in search of place to call home, Sanctuary City is on stage at Chicago's legendary Степенвольф Theater now through November 18. Tickets start at $20, $15 for students at stepenwolf.org. Этот час в студии с вами провел Сергей Сосновский. Надеюсь, наша полезная информация и новости помогут вам в осуществлении ваших планов. Подписывайтесь на инстаграм «Свет Медиа», подписывайтесь на группу «Свет Медиа» в фейсбуке. Это радио ОСА Чикаго. До новых встреч в эфире.